И вот я сейчас в руке держу свистульку всадника на коне. Я немножко историю расскажу этой свистульке. Это очень редкая свистулька, так как считалось, что всадники у Ижор были заимствованы с конных памятников Санкт-Петербурга. Ижоры присутствовали при постройке Санкт-Петербурга, помогали воздвигать город. А когда возвращались к себе в родную деревню, то, естественно, они с собой привозили какие-то образы. Так вот, этот образ конной статуи, на которой сидит император, по многим свистулькам конная статуя напоминала Александра Третьего. Наряду со свистульками всадниками были еще свистульки, так называемые кукушойту. То есть, это маленькая птичка, то ли уточка, то ли петушок. Ну, кукушойту в переводе с Ижорского это поющий петушок. Но при рассмотрении этих поющих петушков мы наблюдаем клювик, как у уточки. Ну, так можно назвать ее, наверное, утица. Но и всех жителей большого стремления кукушойтами называли. Потому что, если мастера делали горшки, то дети и женщины, которые были в возрасте и не могли месить глину или возить глину, обрабатывать, они занимались изготовлением детской вот такой вот игрушки-свистульки. И вечерами дети с бабушками, с тетями своими, партии по нескольку сотен штук делали вот таких вот птичек, и они сушились на лежанках дома. А потом эти сушеные птички, уже высохшие, относились в горн, обжигались, и вот готовая продукция уже разносилась и развозилась по всему полуострову в Санкт-Петербург. Давайте я сделаю вежорскую свистульку кукушойта. Это в переводе поющий петушок. То есть нам понадобится кусочек глины. То есть я из него делаю, переминаю вот таким вот образом, делаю пенечек. Потом сразу приготовлю еще вот маленький кусочек глины. Это для того, чтобы завершить свисток. Потом посмотрите, как это будет. Этот кусочек глины надеваю на пальчик. Так, и смотрю, чтобы, натягиваю на палец, смотрю, чтобы стенки вокруг пальца были равномерные. Так, отсюда излишек глины тяну кверху. Это будет у меня вот шея. Так, и вот такими вот движениями очень многие люди, которые впервые берут глину в руки, они отождествляют ее с пластилином. И работают точно так же, как с пластилином. А это немножко другая, все-таки, другие свойства глины имеет. Ее надо тянуть. И вот я для того, чтобы глину куда-то переправить из одной части в другую, я ее стягиваю, пальцем стягиваю. Таким образом я сразу ее сглаживаю. И заглаживаю трещины, которые на ней появляются от того, что насохнет. Изделие надо делать быстро, потому что глина высыхает от теплых рук и начинает трескаться. Вот очень многие дети, которые дают взрослые, которые ко мне приходят на студию, Они пытаются первую свою кукушойта сделать, но она у них растрескивается из-за того, Вот я верхнюю часть загнул вот с такой вот клювик. Растрескивается из-за того, что они передерживают ее в руках и не сглаживают, а пытаются формовать, сдавливая. Так, ну вот, головка готова. Вот теперь с нижней части я вот таким вот движением глину тяну назад, а потом делю на две части. Это вот у меня как раз будут ножки, то есть заготовка для ножек. Опять же, сглаживаю это все. По находкам изжерских кукушойта было видно, что птичку делали сытой. Как это можно было определить? А у нее впереди был набитый зоб, то есть грудка была. А для крестьянина, как мы знаем, очень важно было, что человек сыт и в тепле, это значит, жизнь удалась, получается. Все, поэтому кукушойта, она счастлива, то что у нее зобик набит, грудка вперед торчит. Вот тоже очень многие детишки, не понимая этого, делают шею впереди, она торчит немножко вперед. А вот грудь тут самое главное. Вот. Так, ну вот, ножки у нас готовы, я сгладил, теперь я снимаю с пальца. Вот у нас готовая заготовочка. Палец, который находился внутри изделия, внутри заготовки, он как раз обеспечивает ту внутреннюю камеру воздушную, которая нам нужна потом будет для свиста. Я когда впервые захотел сделать свистульку, все, мне привезли глину, уже гончарный круг здесь стоял, но я не решался сесть за этот гончарный круг, я решил все-таки сначала с глиной поработать, сделать свистулечку, потому что я думаю, это не так трудно для меня, тем более у меня художественное образование, повторить свистульку будет просто. Ну, то, что повторить, это действительно оказалось не так тяжело, а вот чтобы заставить ее свистеть, это были муки. И меня тоже посетила мысль заглянуть на сайт по физике. И я начал эти формулы листать, читать, и потом вдруг я остановился и понял, крестьяне же не знали формул физических, никакой о турбулентности, о разрежении, но у них-то свистульки свистели. И вот после этого, когда ко мне пришла эта идея, что должно быть все намного проще, у меня получилось. Тут самое главное аккуратно проколоть отверстие, и чтобы зуб, который рассекает воздух, потому что половина вдыхаемого воздуха в птичку выдувается сразу наружу, а половина разреженного уже воздуха остается внутри. Вот как раз это из-за разрежения происходит свист. Так, вот мы говорили, что я оставлял кусочек глины, один от щипа, вот как раз этот кусочек глины я использую для того, чтобы закрыть хвостик. И он же дальше будет самим свистком, мундштуком таким, потому что у ижорской свистульки, как мы посмотрим, очень ярко выраженный такой мундштук, который расширяется к своему основанию. Ну вот, ижорская птичка кукушойта у нас уже готова. Но она еще не поет. Вот, теперь наша задача сделать свисток. Понадобится следующий инструмент. Вот у меня две палочки, вот такие. Они могут быть одинаковые. Две палочки. Можно сделать из палочек для мороженого. И еще вот такая вот, кругленькая. Я ей делаю отверстие для наигрыша. Я потом покажу. Итак, одну палочку я вставляю в свисточек. Вот так вот. Во второй палочке сделаю здесь отверстие. Как раз через это отверстие должно выходить лишний воздух. И обеспечивать нам как раз разрежение во внутренней полости. То есть, вот я докопался до палочки. Теперь мне надо что сделать? Аккуратно извлечь эту палку и проделать отверстие до самого резервуара с воздухом. Вот, я извлекаю не полностью, а только освобождаю. Освобождаю отверстие проход. То есть, отверстия еще никакого нет. Теперь я беру и все это подмазываю, прокалываю и подмазываю к животу птички. К животику вот так. Опять вставляю палочку. Тут самое главное, когда вытаскивать палочку, не шатать и не расшатывать. Я строго вытащил, строго опять вставил. То есть, это обеспечивает ровность вот этой вот шахты, по которой воздух двигаться будет. И подмазываю потом вот такой вот зуб, рассекающий воздух. Вот, по палочке размазал. И эту же палочку опять аккуратно вытащил. Все, птичка уже свистит. Теперь, вот, как я и говорил, кругленькая палочка, колю игровые отверстия. То есть, одно игровое отверстие. И второе. То есть, это многофункциональная такая штука получается. И игрушка, и музыкальный инструмент такой примитивный, и профилактика болезней. Вот такая вот уже сырая свистит. Тут через три дня она высохнет, и можно ставить в печь. Вот такая вот свистулька. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...